МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главные новости дня в информационной программе события в студии Александр Новиков. Здравствуйте. И вот о чём мы расскажем вам в этом выпуске. Итоги новогодних праздников подвели на еженедельном оперативном совещании в правительстве Брянской области. Сколько произошло пожаров, подтоплений и нарушений по использованию пиротехники, расскажу я Александр Новиков. Снег есть, уборки нет. Как управляющие компании города Брянска справляются с последствиями снегопада? Об этом расскажу я Светлана Драмкова. От звезды до воды. Период от Рождества Христова до Крещения называется святками. Какие традиции сохранились в народе, расскажу я Александра Седачева. Во время новогодних каникул при использовании пиротехники в Унече сгорел частный жилой дом. Об этом на еженедельном оперативном совещании губернатору Александру Богомазу доложил начальник главного управления МЧС России по Брянской области Вадим Уваркин. Сейчас устанавливается сумма ущерба и степень ответственности виновного. Какие еще происшествия отмечены за прошедшие 9 выходных дней? Об этом далее. На первом в этом году оперативном совещании в правительстве подводят итоги новогодних каникул. Губернатору Александру Богомазу докладывает начальник главного управления МЧС России по Брянской области Вадим Уваркин. Новогодние праздники – это всегда напряженная пора для спасателей. В этом году работы подкинула и переменчивая погода. Сначала оттепель, затем сильные морозы. Произошло затопление 25 превосходительных участков в городском округе Брянск, 11 участков поселок Белая Березка, Трубчевский район, 13 и в Дядьковском районе, один. А также трех участков автомобильных дорог в Брянском, Глинском и Рогниевском районах. Поступило шесть обращений от жителей Брянска на откачку воды из подвалов. Людям оперативно оказана помощь. Не отмечено происшествий на водных объектах среди любителей подлёдной рыбалки. Сотрудники МЧС участвовали в ликвидации последствий 10 ДТП. В этом году снизилось количество пожаров во время новогодних каникул. Количество пожаров уменьшилось на шесть случаях. При пожарах погиб один человек, детской гибели не зарегистрировано, при пожарах травмирован один человек, что на один случай меньше показателя прошлого года. В период праздничных дней пожаров на объектах празднования не зарегистрировано. Случаи травмирования людей при использовании пиротехники также отсутствовали. Поскольку использование пиротехники в этом году было под запретом, сотрудники МЧС проводили профилактические беседы с жителями региона и напоминали им, что их действия противозаконны. 8-4 случая мы прекратили. То есть работа с гражданами, которые выходили из пиротехника, в результате беседы они уходили с мест массового применения на Кургане, ДК железнодорожных, ДК БМЗ. Тем не менее, именно пиротехника стала причиной пожаров у Нечи, где сгорел частный жилой дом. Материал сейчас сотрудник МОД передан нам. Естественно, мы рассмотрим. Виновник предварительно уже установлен. Мы будем с ним работать и уже в рамках либо возбуждения, либо отказа уголовного дела будем разбираться с этим случаем. Виновник установлен. Дом сгорел. Люди остались. Люди остались. Потому что он хотел запустить ракетницу, которая была запрещена. И вы что, будете вместе с УВД сейчас не возбуждать уголовное дело, не привлекать к ответственности за ущерб? Дом-то, даже самый плохой дом, там 2 миллиона, в особо крупном размере ущерб. Все мы сделаем в рамках закона. Хорошо. Впереди спасателей ждет не менее напряженная работа. Приближается крещение. Сотрудники МЧС должны обеспечить безопасность во время традиционных купаний. Александр Новиков, Алексей Рязанцев, Александр Жучков. События Брянск. Первая в этом году метель обрушилась на Брянск в ночь на 10 января. Справились ли коммунальщики со снежной напастью? Какие улицы успели расчистить в первые часы после окончания осадков? Об этом в нашем репортаже. Бригада Виталия Гальянова работает на самых ответственных участках, центральных площадях и скверах города. Сотрудники предельно аккуратны вокруг пешеходы. При этом убирать надо быстро и качественно лицо города. Снег, как и прогнозировали синоптики, шел почти целую ночь. Убирают его теперь в две смены коммунальщиков. Дорожное управление по зимнему графику работает круглосуточно. На данный момент находится 67 единиц техники по всему городу. 148 человек занимаются ручной уборкой. Это переходы, подходы, остановочные комплексы. Как бы техники работают, в принципе, конечно, в Советский, Бердский побольше, Владарка, Фокинка поменьше, так как они районы поменьше. Вот так, в принципе, все пропорционально. В соцсетях жители хвалят работу коммунальщиков в Фокинском районе. Мы убедились, что к началу рабочего дня центральный проспект вычищен, убран снег на остановках. Я сегодня ехал с работы, там, наверное, машин шесть шло, сразу чистили. Чистят, чистят, да. И тротуары чистят. Бывает так, что просто из-за большого снегопада не успевают, может быть так. А так чистят, да. Только редко посыпают песком. Да, чистят очень хорошо, дороги чистые. В Советском районе убирать снег намного сложнее. Пояснили нам в дорожном управлении. Фокинский район, допустим, это проспект Московский. Его вычислили, и он, как бы, район смотрится, как будто-таки нарядно, чистым. А в Советском районе, все-таки, у них улиц первой категории гораздо больше. Это такие, как Санкадимитрово, проспект Ленина, Дуки, Красноармейская, Крахмалево, авиационная. То есть, и ширина этих улиц, соответственно, больше, чем... И протяженность этих улиц больше. Метель на фоне рождественских морозов была первым снежным испытанием для коммунальщиков в наступившем году. Судя по прогнозам, не последним. Снегопады идут к нам на этой неделе. Наталья Будник, Алексей Рязанцев, События Брянск. Сугробы по пояс, скользкие ступеньки, ледяная колея. Полный ассортимент примеров халатности во время очередного рейда по городским дворам обнаружила Государственная жилищная инспекция региона. Качество уборки, снега и наледи оценила и наша съемочная группа. На часах 10 утра Татьяна Михайловна предели. Говорит, задержалась в поликлинике, иначе приступила бы к уборке, как обычно, засветла. Дом на два подъезда, конечно, одна. Как часто вы его убираете, как регулярно? Каждый день убираю, каждый день. Хватает сил, средств, нормально все. И сил, и средств. Дом небольшой. Если пример на Романа Брянского положительный, то на Брянского фронта все иначе. Сугробы, грязь, гололед. В микрорайоне речном и мегаполис парки похожая картина. По ледяной корке скользят и ноги, и колеса, и лапы. Вокруг дома они нормально постоянно убираются. Внутри непонятно, то убирают, то не убирают. Этой зимой с ненадлежащей и несвоевременной очисткой дорог, тротуаров, внутридомовых проездов от снега и наледи столкнулись многие жители Брянска. Все жалобы проверила прокуратура. Выявили более 20 нарушений. Устранили, увы, не все. Картина неудовлетворительная, так как дворовые территории и прилегающие территории, это межквартальные проезды, междворовые проезды находятся в неудовлетворительном состоянии. В полном объеме не очищены, наблюдается гололедица, не обработана противогололедными средствами. То есть уборка произведена не в полном объеме, недобросовестно. Как показал очередной рейд, исправляться управляющие компании-нарушительницы не торопятся. Население продолжает жаловаться, снег продолжает копиться. А ведь уборка дворов такая же услуга, как газ, свет, тепло. И оказывать ее следует в полном объеме. От предупреждений и увещеваний жилищная инспекция намерена перейти к строгим мерам. Штрафные санкции применяются по выявлению нарушений на юридическое лицо штраф составляет от 200 до 250 тысяч рублей, на должностное лицо от 50 до 100. Кстати, травмы и повреждения, спровоцированные равнодушием, управляющие компании тоже компенсируются за счет виновника. Суды взыскивают от нескольких тысяч до миллиона рублей. Светлана Дробкова, Виктор Левченков, События, Брянск. Будьте в курсе. Самые свежие и актуальные новости на нашем официальном сайте губерния.тв. Заходите и читайте прямо сейчас. Брянские прихожане передали сладкие подарки для детей-переселенцев с Донбасса. Накануне Рождества сладкие сюрпризы получили 18 семей. К своему столетию брянский медтехникум собирает сведения о выпускниках. Акция проводится под девизом «С традициями милосердия в век инноваций». Вторичное жилье в Брянске за год подорожало на 16,46%. Один квадратный метр обходится в среднем в 75,616 рублей. На Брянщине снизилась преступность. Такой вывод сделали в прокуратуре Брянской области. Брянские медсестры оказались самыми суеверными людьми. Согласно опросу, в пятерку самых суеверных входят также врачи, водители, менеджеры по продажам и разнорабочие. Хотите больше новостей? Заходите на губерния.тв. Страшная история потрясла жителей Брянска. В Фокинском районе нашли труп младенца. Тело новорожденного обнаружили в полиэтиленовом пакете на обочине дороги. 28-летняя мать ребенка уже находится под следствием. Наш корреспондент Дмитрий Газин выяснил подробности и пообщался с соседями и коллегами обвиняемой. 7 января, примерно без 10.06 вечера, Александр шел сдавать металлолом в сопровождении своего пса. Питомец начал вести себя странно. Твердое. Он был уже разорван, может, собака разорвала. Глянул, ручка, ноготочки, я сразу шарапнулся. Ну, ладно, никуда, ни там никого, ни тут никого. На телефоне не было денег. Пришлось бежать к соседу, который и вызвал полицию. Мужчина сообщил о том, что недалеко от проезжей части по улице Белорусской лежит пакет, в котором находится тело новорожденного ребенка. В ходе оперативно-розыскных мероприятий участковыми уполномоченными совместно с сотрудниками уголовного розыска отдела полиции номер 3 УМВД России по городу Брянску в течение дня была установлена личность матери погибшего новорожденного, 28-летней местной жительницы. Мать-младенца родом из небольшого села Брянской области. Переехала в Брянск, сирота, без определенного места жительства. Долгое время проживала по улице 17 сентября. Про сожителя соседей говорят, мол, со странностями. Женщина же никаких подозрений не вызывала. Нет, нет, она, по-моему, не пила. А с кем-то приходила или... Да нет, как-то она есть, только одна. Последнее время жила на улице Кустова. Как говорят местные, уже с другим сожителем. Официально мать-младенца не работала. Подрабатывала в местном ларьке дворником. Здесь уже о ней никто лестно не отзывается. Но давать комментарии на камеру отказались. Да и понятно, маленький райончик, где каждый друг друга знает. Все, с кем мы общались, обеспокоены вопросом, избежит ли наказание задержанное. Но этот вопрос сегодня на контроле не только в ОМВД, но и на уровне председателя Следственного комитета страны Александра Бастрыкина. Дмитрий Газин, Александр Жучков. Присодействие Пресс-службы ОМВД и Следственного управления Следственного комитета России по Брянской области. В Брянской области две исправительные колонии поменяли режим. Таким образом завершается работа по совершенствованию учреждений уголовно-исполнительной системы. Так, исправительная колония номер 5, расположенная в Стародубе, поменяла режим со строгого на общий. В свою очередь, Клинцовская колония номер 6 стала учреждением со строгим режимом отбывания наказания. Перевод осужденных запланирован с 13 по 20 января. Как отмечают в пресс-службе регионального УФСИН, в исправительных колониях номер 5 и 6 в этот период не будут работать комнаты для приема посылок и передач, а также краткосрочных и длительных свиданий. Их работу возобновят с 21 января. Тема нашей первой в новом году рубрики «Совет эксперта» посвящена вопросу еды, а именно как организовать свое питание после обильных праздничных застолий. Постновогоднюю диету комментирует врач-гастроэнтеролог Брянского клиника диагностического центра Людмила Чеплянская. После новогодних праздников желательно, конечно, уменьшить свой рацион питания, изменить его полностью, избавиться от жирной пищи, острой, соусов, майонезов, всех, которые мы кушали, избавиться от алкоголя. Мы советуем полностью не вдываться в такую строгую диету, не отказываться от пищи, потому что это в хорошую пользу не пойдет, а только ухудшит состояние и вызвает большой стресс для организма. И начнет человек больше поправляться, чем худеть после праздников. В этот период, конечно, надо просто облегчить свое питание. Но, как мы врачи-гастроэнтерологи советуем, надо уменьшить калорийность пищи своей. То есть это перейти от жареной еды на вареную. Отварная рыба, нежирный сорта мяса можно есть, там, курицу, индейку, телятину. Ну, нежирный сорта. Дальше отварные овощи, отварные крупы, цельнозерновые кушать, добавлять. Если есть там каши, то с фруктами. Если пить напитки, то больше воды. Рекомендуется пить, особенно там зеленый чай с шиповником можно настаивать. И плюс добавлять лимон, очень хорошо чистит организм. И восстанавливается все наши жизненные процессы. Также мы рекомендуем поменять не только свое питание, но также образ своей жизни на этот период. То есть больше прогулок делать. Не надо сразу бежать в фитнес-залы и заниматься тяжелой физической нагрузкой. Длительные прогулки, там, по 20-30 минут на свежем воздухе. Ложиться спать до 11 вечера. И прием пищи, конечно, за 3 часа до сна, не позже. Десять дней от Рождества Христова до Крещения в России называются святками. Кто хранит и передает народные традиции в современной Брянской области, узнала Александра Седачева. Красоту. Как было у нас на 15-летие. Одна из главных святочных традиций – калядование. Чтобы рассказать о славянском обычае, который трансформировался после Крещения Руси, но все же сохранился, мы приехали в Дом культуры поселка Бежичи, где базируются народные коллективы на Золотом крыльце, Брянский карагод и околица. Они знают все о народных традициях калядования. Как и все мои подружники на Игрища пошли, ой, ди-ди-ди-ди-ди, ой, лада мою. В конце декабря – самые короткие дни и самые темные ночи. Вот предки славяне и придумали обряды, как защиту от злых сил. Со временем языческие обычаи сменились в народе на христианские. В древности говорили, что страшный змей, колдун, карачун солнце украл. Вот это были самые темные времена. А богиня Каляда – новое солнышко родила, поэтому она как бы вот оттуда идет. Теперь что такое калядки, калядовщики? Калядовщики, они символизируют собой волхвов, которые шли за звездой и указали на рождение Христа. И вот новое солнце – это наш спаситель, рожденный для нас это как солнце, как свет, к которому мы должны стремиться. Коллективы поселка Бежичи показывают обряд с ряжеными – козой и домовым. А пришел он не просто так, да, домовой? А пришел я погадать! Много калядок привез Руслан Шумилов из Унеческого района, до него малоизученного на предмет обрядовых песен. «Щедрики, ведрики, дайте» – на двух нотках, да? Это уже, естественно, детки пели, да? А если «семь веем посеваем, с Новым годом поздравляем» или «с Рождеством», это уже, значит, уже подростки пели, более развитая мелодия. Или вот «Ай, чей это двор великий, стаи цветы» – это уже взрослые только могут петь. Дети это, естественно, не осилит. Вывод – калядовали все. А шо плясать-то будем? Нашу Брянскую Бару! Дети из ансамбли активно калядуют вне стен ДК. Маша из Брянского Карагода получила за свое исполнение калядок не только угощение. Вы это практикуете у себя там среди друзей? Конечно. Вот мы недавно ходили, получили с моей младшей сестрой 3300 рублей. Даже деньгами дают? Да, дают, конфеты. С песнями и плясками калядовщики пошли славить каляду и Христа в соседние дома. Ой, дай Бог тому, кто в этом доме щедрый вечер, добрый вечер добрым людям на здоровье. В семье Анны Семеновны Казанской гостей ждали. По традиции готовились встречать и одаривать. Все им верим, посеваем, новогодим! Наши предки верили, что калядовщики приносят здоровье, достаток, радость во все дома, куда приходят. Спасибо, калядовщики, что мимо дома не прошла, что в наш дом зашла. А в дом зашла, значит, счастье, радость, любовь и мир принесла нам всем. Александра Седачева, Анатолий Чикрыгин, События Брянск. А что еще делали во время святочных праздников? Какие обычаи пришли к нам еще с древних времен? Екатерина Пенько подробно изучила, на какие периоды делятся святочные дни. Святки в народе считались святым временем. Этот многодневный праздник делился на несколько частей – калядки и гадания. В эти дни гадали на будущую семейную жизнь. К замужеству и женитьбе наши предки относились с особой серьезностью и ответственностью. А в современном мире каждая девушка хотя бы раз в жизни гадала на суженого. Вариантов магических ритуалов много. От страшных обрядов около зеркала ночью и до шутливых, например, с бросанием сапожка. Ну, мы в современном мире, поэтому и сапожки у нас современные. Вечером девушки выходили на улицу и кидали свой сапожок. Куда смотрит мысок сапога, там искать себе суженого. Как известно, к гаданиям церковь относится строго отрицательно. А вот калядкам, напротив, более-менее лояльно. Видимо, поэтому в песнях-калядках упоминали Иисуса, Богородицу, а также почитаемых святых. Пойдемте калядовать! Пойдем! Все имейте севаем, с Новым Годом поздравляем! Каляда, каляда, открывай ворота, Досрывай сундуки и доставайте пятаки! В старину, как и сейчас, с 15 по 19 января, люди тоже веселились на славу, но побаивались страшных вечеров, времени разгола темных сил. В нашей культуре, как и в культурах многих других народов, язычество и традиционные верования плотно переплетены. Ведь никто из нас не отказывается от блинов на масленицу, независимо от нашего вероисповедания. Гадать или нет, верить или не верить, решать и вам. Но все-таки не стоит забывать про свои корни, обычаи и традиции. Екатерина Пенько, Александр Власов, События, Брянск. И это был последний репортаж выпуска. Спасибо вам за внимание, хороших новостей и до встречи!